Сейчас, значит, боятся уже связываться с нашими влиятельными силами, в общем-то. Но, ну, все равно так, есть какие-то современные авторы, которых я знаю, что это, в общем-то, хорошие писатели, что их там можно, так сказать, почитать. Ну, ну, я, в общем-то, дело в том, что, дело в том, что... Такие вопросы надо задавать литературу и веду, понимаете, потому что, когда один писатель про другого говорит, что вот он плохо пишет, он воспринимается, как какая-то внутрицеховая, понимаете, вот разборка. Мне этого не хочется, ну, я могу сказать, ну, понимаете, очень хороший писатель Александр Терехов, вот «Каменный мозг», это у него немцы, ну, действительно, хороший писатель. Вот, потому что, ну, что писатель, что самое главное, это как он работает со словом, понимаете, потому что это остается, по большому счету. Вот, и он как раз вот один из таких писателей, ну, там, Юрий Козлов, например, мой ровесник, очень приличный писатель, там, Вера Галактионова, вот. Вот, значит, кто? Алексей Иванов, ну, как вам сказать, но он, в принципе, писатель неплохой, скажем так, неплохой. Там, ну, скажем, для удовольствия я бы его читать не стал, понимаете, для сведения, да, вот для удовольствия, чтобы читать для удовольствия, писатель должен так работать со словом, чтобы ты читал. Вообще, я для себя пишу, значит, делю писателей на четыре категории, вот, на четыре категории. Значит, первая категория, это вот я, это те писатели, которые я знаю, у нас есть такое профессиональное выражение, как это сделано, потому что это всегда, так сказать, это, ну, всегда в искусстве, вот, а как это сделано, а как это сделано. Значит, вот, первая категория, это писатели, когда вот я их читаю, я понимаю, как это сделано, и я понимаю, что я могу сделать лучше. Это вторая категория, это писатель, который, я понимаю, как это сделано, и я могу сделать так же. Третья категория, это писатель, который я понимаю, как это сделано, но сделать я так не могу. И четвертая, самая такая, недостижимая, это я не понимаю, как это сделано. Понимаете? Вот, к сожалению, таких писателей, у которых я не понимаю, как это сделано, сегодня я вам назвать не могу. Вот, ну, 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 есть хороший писатель, но вы, ну, вы же опытные фичитатели. Ну, вы же сами не понимаете, когда вас дурит, и когда, так сказать, это действительно летит. Ну, это же видно с первого абзаца, понимаете? С первого абзаца ты читаешь, и человек не умеет слова, так сказать, рядом ставить, ну? Ну, вот, поэтому, ну, это, кстати говоря, всегда, это было всегда, но в советский период существовал такой мощный институт редакторов, редакторов, которые, понимаете, они, идеологическая нагрузка у них, ну, вот я вот здесь разбирал свои рукописи, да, где были пометки, вот, редакторов, да, которые несли на себе идеологическую, так сказать, нагрузку. С них, в первую очередь, спрашиваю, не с цензоров. Цензор, это был, как бы, последний пастион, понимаете? А вот на переднем крае, вот, редактора, значит, были. И я вот эти, ну, там стилистические пометки, вкусовые, там, какие-то, вот, ну, чтобы там было, так сказать, так нельзя, так там, да нет, да нет, нет, так сказать, так, знаете? И, понимаете, и вот эти редактора, они, их была главная задача отсеять вот этот поток графомании, потому что всегда писали много, писали люди здоровые, не очень здоровые, совсем не здоровые, понимаете? Писали люди талантливые, не очень талантливые, совсем не талантливые. И, скажем, если этот человек талантливый, но еще, как бы, не набивший руку, не научившийся писать, ведь, знаете, это же, думают почему-то, что, значит, вот, музыке надо учиться, да? А вот, если мы пишем письмо домой маме, то почему же мы романки не напишем? Какая разница в сущности? Разница огромная, это литература, там, поэзия, точно так же надо учиться несколько лет, там, ни год, ни два, чтобы действительно овладеть, вот, ремеслом, талантом ты, талантом ты никогда не овладеешь. Он или есть у тебя, или его нет. Развить талант можно немножечко так. Но, так сказать, вот это в чем еще, как бы, жестокость искусства? В том, что, вот, человек туда идет, потому что ему кажется, что он талантливый. А ему это кажется. И потом он оказывается во вражденном окружении, потому что никто не поверит, что у других книжки расходят с тиражами в десятки, сотни тысяч, а у него там три книги никак продать вам не может, понимаете? Ну, это враги же, понимаете, это заговор, там, одни, так сказать, считают, что это заговор, так сказать, сионистов, другие, что это считают, так сказать, русских фашистов, там, ну, кому как удобнее. А в основе это лежит, просто, что человек, или ему изначально не было дано, или он не овладел ремеслом. Сейчас вот у молодого поколения проблемы в том, что они не овладевают, потому что у меня есть такой афоризм, который звучит так, что если известность писателя приходит раньше, чем мастерство, то мастерство к нему не приходит уже никогда, понимаете? И вот это беда нынешнего поколения, которым попытались, как бы, вытеснить, вот, нас, так сказать, советскую генерацию, потому что мы уже, как бы, ушиблены советской властью, и, так сказать, нас ее уже ничем не выбьешь. И нас просто решили, как бы, оттеснить. Для этого нужно было массово загнать в литературу новое поколение. Но оно же, опять, не рождает всю минуту. Это же была попытка в 20-е годы, значит, тоже вытеснить буржуазных, так сказать, писателей, вот, и попутчиков, которым, кстати, и Максима Горького, к вашему сведению, причисляли. Вот, значит, за счет призыва ударников в литературу. Считалось как? Что если, значит, писатель хорошо работает в поле или у станка, то, естественно, он будет хорошо писать книги. Не можешь же по-другому быть, понимаете? И вот их нагнали тогда, из заводских многотиражек, вот, и я уже таких, ну, я бы сказал, таких последних, так сказать, магикан вот этих, этого призыва ударников в литературе, я встречал в доме литераторов. Это было, знаете, зрелище, вот они ходили, эти старички, они, по-моему, так и не поняли, куда они попали, знаете, вот, ну, в рюнку там, мы им наливали, молодежь такая. Ну, они садились и начинали рассказывать, там, как они с Горьким пили, там, с Вадеевым и так далее. Вот, а в 80-е годы, в конце 80-е годы, в конце 80-е годы, в начале 80-е годы был предпринят, то, что я называю, призыв филологов в литературу. Значит, я причинал и сказал, ну, если человек, так сказать, был, получил филологическое образование, если он знает историю литературы, ну, как он не напишет роман, ну, плевое дело. А оказалось, нет, знаете, быть музыковедом и писать, так сказать, симфонии, это разные профессии. Вот, понимаете, и ничего страшнее, когда музыковед начинает писать симфонии, понимаете, а филолог романы. И вот, к сожалению, вот такая, так сказать, история получил. Ну, она рассосется, потому что хороших писателей всегда было немного. Но вот этот институт редакторов, которые отсеивали вот это дело, отсеивали, и поэтому тогда к читателю приходила литература, да, под эту гребенку могли попасть несколько, так сказать, скажем, писателей Талантлюх, но которые были советским неформатом. Понимаете, как вот сейчас есть неформат, и есть советский неформат. Если вы сейчас принесете в издательство роман «Мать» про рабочих, понимаете, ну, он скажет, что это неформат, вы нам принесите что-нибудь, про салон красоты, например. Понимаете? Вот. Тогда тоже был неформат, вот Довлатов был, тогда вот советский неформат. Хорошо это, плохо. Ох, что же здесь хорошего-то? Вот, значит, ну, в основном, в основном отсеивались люди, которым в литературе по большому счету делать нечего. И надо сказать, что они эти отсеивания в начале 90-х годов, в конце 80-х годов, они взяли реванш. То есть они, как пострадавшие от советской власти, помните, у мадам Горицацуева там у нее был, вот, на фронтах, там, инвалид, значит, муж. Вот инвалиды от советской власти, они, значит, ринулись наводить порядок. Ну, несколько из них действительно стали известны. Писатели, ну, например, у Лицкой при советской власти все время присылали, значит, рецензии, которые начинали с того, что, уважаемая Людмила Николаевича, что у вас, к сожалению, от природы нет чувства слова, вам лучше заняться другой профессией. Понимаете? Ну, она, так сказать, вот, показала, что, оказывается, советская власть может ошибаться. Вот. Ну, или слегка ошибаться. А большинство все-таки, они вот ринулись, они издали свои эти первые, вторые книжки, и все, они рассосались, никто их, так сказать, значит, не знает, как, чего. Я иногда такой, кто-то жив, я иногда встречаю где-нибудь, а ты, ты где? А я там, вот, там, занимаюсь мелким бизнесом. А что литература? Да что это, какая литература? Но что интересно, если у них, к советской власти, за то, что она не пускала их в литературу, значит, у них была масса претензий, то, как бы, к современной власти у них никаких претензий нет. Понимаете? А почему я расколтываю это все? Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста.